Новые возможности открыла для себя уроженка от РАУ Амина Кудабаева, живущая во Франции. До пандемии коронавируса девушка занималась пением, но когда петь стала негде и не для кого, освоила кожевенное дело. Амина открыла собственное ателье и уже получила приглашение на собеседование в модный дом с мировым именем. Всегда лучше перестраховаться, немножко побольше отрезать. Еще в начале года Амина Кудабаева себе представить не могла, как круто изменится ее жизнь за считанные месяцы. В марте девушка репетировала с джаз-группой концертную программу. После, оказавшись в локдауне, успела попробовать себя в разных направлениях. Кондитерское дело, мыловарение и даже спорт. Но хотелось чего-то другого, работы с живым материалом. Так и появилась идея познакомиться с кожевенным делом. В условиях пандемии учиться пришлось самостоятельно, с помощью интернета. Я начала в августе, две недели смотрела видео с мастерами, с русскими мастерами. Затем я смотрела неделю примерно с французскими мастерами, но на французском языке очень мало. Информации я нашла, но мне нужно было для того, чтобы проинформироваться насчет инструментов. Какие инструменты мне нужны для работы с кожей, потому что я не знала названия на французском языке. Сейчас я уже в таком периоде, когда у меня есть все инструменты, я уже могу спокойно делать любые конструкции. Ну не любые, совсем сложные я не берусь делать, но простые конструкции и такие средние сложности, да. Сегодня Амина проводит в своей мастерской 8-9 часов в день. Все этапы производства, от покраски кожи до установки застежек, выполняет вручную. Во Франции такой труд ценится особенно высоко. Кошельки, футляры для чековых книжек, сумки для винных бутылок, женские сумочки Амина продает через интернет. Недавно она впервые в истории деревни, в которой живет, устроила мини-ярмарку прямо во дворе мэрии. А через несколько недельного испеченного мастера по коже ждут на собеседование в самый престижный модный дом Франции. Попасть туда – мечта каждого кожевенника. Ну естественно, если я буду делать сумку «Эрмес», и там будет стоять мое имя, что это сделала именно Амина Кудабаева, и плюс, если я еще буду везти эту сумку кому-то, потому что есть такие мастера, которые отводят свои сумки тем людям, которые их покупают. Ну конечно, это же гордость, это же гордость, просто отдать свой шедевр кому-то другому, чтобы этот человек просто наслаждался. Да, это, ну это, конечно, потолок мечтаний, но я так думаю, почему бы нет. Амина твердо решила связать свою жизнь с этой сферой, а пением продолжит заниматься в качестве хобби. Она даже дала своему ателье название «Ак Йол», которое не просто отражает ее казахско-нагайские корни, но и становится пожеланием светлого пути к собственному делу. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар, 24, Нормандия, Франция.